Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Калифорнии из-за вспышки оспы обезьян. Штат уже получил более 61 тысячи доз в акции на тоспы, но этого оказалось недостаточно. Поэтому власти пообещали сотрудничать с федеральным правительством, чтобы обеспечить доступ к большему количеству доз. Стоит отметить, что вирус начал набирать популярность на мировой арене в мае 2022 года. Так и в России появились первые случаи заражений. Чаще всего это были люди, вернувшиеся из поездки по странам Европы и обратившиеся в медицинское учреждение с характерными симптомами. На самом деле название оспы обезьян не очень удачное, потому что в первую очередь это вирус грызунов. И уже и человек, и обезьяны заражаются от разнообразных грызунов. Он сейчас проходит период адаптации к человеку и, собственно говоря, переносится с одного человека уже на другого. То есть тут в данном случае грызун, как объект переноса этого вируса из живой природы к человеку, уже и не нужен. Этот вирус уже между людьми распространяется. Но, к счастью, не очень хорошо. То есть коэффициент репродукции этого вируса значительно меньше, чем, например, у коронавируса или там вируса гриппа. Оспы обезьян – это редкая вирусная инфекция, которая передается между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель. Однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Тяжелые случаи болезни обычно возникают у детей и связаны с продолжительностью контакта с вирусом, состоянием здоровья пациента и природой осложнений. Вероятность того, что носитель оспы обезьян передаст свое заболевание, в том числе ребенку, она была не нулевая, люди общаются с другими людьми и достаточно близко это вообще не может происходить. Поэтому это могло произойти и произошло. Да, действительно, теперь мы знаем, что оспы обезьян у детей тоже бывает. Более того, я вам скажу, есть уже работы, которые оценивают эффективность вакцинации и распространения оспы обезьян у беременных, например. То есть у самых разных групп населения это заболевание может возникнуть, если они контактировали с больным человеком. Количество случаев заражения оспы обезьян в мире превысило отметки в 20 тысяч. Они зафиксированы более чем в 70 странах. Не исключено, что в России тоже произойдет рост заболеваний. На этот случай для профилактики оспы обезьян уже одобрена двухдозовая вакцина на основе модифицированного вируса коровьей оспы. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюз.